День Святого Валентина самый романтичный праздник. Во всем мире его отмечают как День Любви. Мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются валентинками, поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция появилась очень давно, еще в 17 веке. А вот одна из версий, как именно появился этот праздник. В 269 году римский император Клавдий II запретил своим легионерам жениться, чтобы семья не отвлекала их от военных дел. Но нашелся единственный во всем Риме христианский проповедник Валентин, который сочувствовал влюбленным и старался им помочь. Он мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал легионеров, вопреки закону императора. Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его в тюрьму. Но и там Валентин продолжал творить добрые дела. Он влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее. Перед казнью молодой священник написал девушке прощальную записку с объяснением в любви, подписанную от Валентина. Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела. Валентина казнили 14 февраля 269 года. С этих пор люди отмечают этот день как праздник влюбленных. Через 200 лет Валентина провозгласили святым покровителем всех влюбленных. Всемирный праздник признания в любви теперь отмечается повсеместно. А в память о письме написанном Валентином своей возлюбленной 14 февраля влюбленные дарят друг другу поздравительные открытки. Валентинки. Согласно традиции их не подписывают, а почерк стараются изменять. Считается, что человек должен сам догадаться, кто прислал ему Валентинку. Кроме Валентинок в этот день мужчины дарят своим любимым цветы, чаще всего красные розы. Согласно зарубежным народным сказкам, именно в этот день все птицы выбирают себе пару. А еще существует поверье, по которому первый мужчина, повстречавшийся девушке 14 февраля, должен стать ее Валентином, даже если он ей не слишком понравится. Постепенно День Святого Валентина из католического праздника превратился в светский. Его любят мужчины и женщины, и мальчики, и девочки. Этот праздник отмечают с удовольствием, как в разных странах празднуют День Святого Валентина. Почти во всех странах в День Святого Валентина принято дарить любимым подарки и валентинки. А еще в этот день любят устраивать свадьбы и венчаться. Но нужно отметить, что День Святого Валентина популярен все-таки не во всех странах. Например, в Саудовской Аравии этот праздник вообще запрещен. В стране даже существует специальная комиссия, которая следит за тем, чтобы День Влюбленных никто не отмечал. Америка. В начале 19 века у американцев появился обычай. В День Святого Валентина дарить возлюбленным фигурки из марципана. А марципан в те времена считался большой роскошью. И еще у американских детей в этот день принято дарить подарки больным и одиноким людям. Англия. В Англии раньше вырезали деревянные ложки любви и дарили их своим любимым. Их украшали сердечками, ключами и замочными скважинами. Это символизировало, что путь к сердцу открыт. Есть очень красивая легенда о том, как Афродита наступила на куст белых роз и обрызгала розы своей кровью. Так появились красные розы. Считается, что родоначальником традиции дарить возлюбленным именно красные розы выступил Людовик XVI, который приводнес букет Марии Антуанетти. Франция. В День Влюбленных французы проводят различные романтические конкурсы. Например, очень популярен конкурс на самую длинную серенаду – песню о любви. А еще именно во Франции впервые было написано послание четверостишья и, конечно же, принято дарить в этот день драгоценности. Япония. Этот праздник в Японии празднуют с 30-х годов прошлого века. Интересно, что в Японии День Святого Валентина считается исключительно мужским праздником, поэтому подарки на этот день дарят в основном мужчинам. Как правило, шоколад. В основном в виде фигурки Святого Валентина, а также всевозможные антиколонны, бритвы и тому подобное. И если женщина подарила мужчине такую шоколадку, то ровно через месяц, 14 марта, он преподносит ей ответный подарок – белый шоколад. Так что 14 марта у японцев снова наступает праздник, который называется «Белый день». А еще японцы проводят конкурсы на самое громкое и яркое любовное послание. Юноши и девушки взбираются на помост и кричат оттуда о своей любви. Благодарю вас за просмотр. Если видео вам понравилось и было интересным, то ставьте ему лайк, а также подписывайтесь на канал. И не забывайте делиться этим роликом с друзьями. Желаю всем большой и чистой любви в праздник Дня Святого Валентина. До скорых видео.